Попасть в больницу накануне новогодних праздников – удовольствие не из приятных. Поднять настроение юным пациентам ОКБ приехали ивановские волонтеры. Главные герои праздника – Дед Мороз и Снегурочка – подарили ребятам мягкие игрушки и сладости. Так получилось, что это уже ежегодная акция. Я, например, приезжаю уже девятый год подряд в эту больницу, чтобы поздравить детей, которые попали под Новый год. С Новым годом! Акция исключительно волонтерская, то есть на энтузиазме держится нескольких людей. То есть мы собираем игрушки по сетям, через знакомых и приезжаем дарить подарки, слушать стихи, то есть устраивать праздник малышам, которые не попадут на утренники, может быть, в детском саду в своем, из-за того, что они попали в больницу. На предновогодний утренник пришли около ста пациентов в больнице. Со сцены ребят развлекали веселые аниматоры. Особенно гостям понравилось шоу мыльных пузырей. Можно было не только посмотреть, но и самому оказаться внутри гигантского пузыря. Медики уверены, что такой заряд бодрости и позитива благотворно влияет на здоровье и помогает быстрее поправиться. Тут были мыльные пузыри разных видов. То есть были от самых маленьких до самых крупных. Говорили, что будет тысяча или, может, больше, но я это как бы заметила. Это было прикольно, классно. Подарки, конечно, получили все, кто пришел в гости к Дедушке Морозу. Самые смелые рассказали новогоднему гостю стишок. За это, по традиции, полагается сладкий сюрприз от снежного волшебника. Деревья все укутались в уютную снега. А речки наши спрятались под плащиной льда. Ночами очень темные у каждого окна. Так как морозный хореселок узор из-за столяга. К тем, кто не смог самостоятельно посетить утренник, волонтеры пришли в палату. Главное, что пожелал Дедушка Мороз детям – крепкого здоровья. И, конечно, встретить Новый год не в больнице, а дома, в кругу семьи. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.